Приветствую вас, и как сказала вам моя коллега, что если вы хотели погадать, то вам стоит обратиться в раздел эзотерики, там вам погадают, помогут и порчу, вероятно, снимут, уберут. Но пока вы находитесь в разделе психологии, и я вам отвечу, соответственно, именно как психолог, постараюсь вам ответить именно как психолог, с учетом тех небольших данных, с учетом того небольшого количества данных, которые вы предлагаете. Итак, вы говорите о том, что вы не можете ни с кем построить отношения. Ну, вообще, конечно, довольно любопытная формулировка, ни с кем не можете построить отношения, а, собственно, вопрос к вам такой будет. А, с кем хотели бы построить отношения? Ну, то, что ни с кем не получается, это я, в общем и целом, понял. То, что ни с кем не получается. А, хотели бы с кем построить отношения? Вот, на мой взгляд, что важно, с самую сторону, если вы, например, Анастасия, да, если вы хотите построить отношения, допустим, с мужчиной, то это одно. Если вы хотите построить отношения с женщиной, это совсем другое. Если у вас не получается выстраивать отношения, скажем, на работе, в каких-то общественной, там, семье, знакомыми, с друзьями, это также другое. Понимаете? Ну, тут нужно уточнить, с кем именно вы хотите отношения устраиваться. А то не очень, не очень понятно, на самом деле. Далее. Далее, на мой взгляд, также важный момент, о котором вы, значит, ничего не указываете. Это момент, почему у вас не получается ни с кем, по сути, отношения. Именно вопрос в том, почему, то есть какие блоки, какие препятствия на этот счет вы замечаете. замечаются. Какие трудности, по факту, у вас возникают при построении, при попытках построить отношения с людьми? Какие, может быть, блоки стоят? Или вы какие-то, какие-то блоки замечаете на пути к этому? Ну, это вот тоже очень важный такой момент. Я надеюсь, что вы постараетесь его прояснить. Потому что он на самом деле очень важен. И без него, ну, не получится вам, опять же, помочь. Далее, если вы говорите, что у вас не получается ни с кем отправить отношения, то с точки зрения психологии вы что-то делаете не так. То есть это именно вы что-то делаете не так, это именно вы не так, неверно, ну, можно сказать, неправильно, не совсем адекватно выстраиваете отношения с людьми. И чтобы это делать правильно, чтобы это делать адекватно, чтобы это делать верно, вам нужно, опять же, для этого разобраться с тем, с чего вы хотите сами. Вот вы сами для себя чего хотите? Вы каких отношений хотите сами? Какое место занимают люди отношения, с которыми вы хотите настроить? Какое место занимают в вашем восприятии люди? Какое они значение имеют? И почему вы так сильно в этих людях, например, нуждаетесь? Это вот те важные, опять же, вопросы, на которые вам нужно найти ответ. Это те важные вопросы, на которые вам необходимо ответить, для того, чтобы мы, как психологи, смогли понять, что вас беспокоит, и смогли бы понять, как вам помочь. а пока что, пока что, когда вы говорите, что на вас порча, вы, как бы, снимаете с себя ответственность за то, что происходит. Мол, вот на мне порча, чего вы от меня хотите, я ни в чем не виновата, и так далее. Нет, ну, вы можете, вы можете так себя позиционировать. Я не думаю, что с этим будут какие-то именно проблемы. То есть, если вы хотите, если вы хотите, то, пожалуйста, думайте, да, это ваше право. Но объективно, если вы, если вы желаете, чтобы вам помогли, если вы реально хотите, чтобы ваша проблема решилась, если вы действительно хотите свою проблему разрешить, то, я думаю, вам нужно мыслить немножко в другом контексте, и этот контекст, он совсем не тот, в каком вы себя позиционируете вот в данный момент. Опять же, по той простой, на мой, на мой взгляд, причине, что через поршу, через поршу, в которой вы обвиняете, например, с помощью которой вы объясняете свои неудачи, вам это ничего не даст, к сожалению, вам это ничего не может дать, к сожалению, потому что, ну, поршу, да, а что дальше, что вы будете делать с этим, с тем, что, допустим, на вас порча, знаете, ну, если вы в психологию задаете свой вопрос, если вы в психологии задаете свой вопрос, что вы будете делать? Ничего. Поэтому здесь я рекомендую вам только вот мыслить именно в этих вот самых направлениях, то есть направления именно связанные как раз с тем, чтобы обратить на себя ответственность за то, что вы делаете. Обратить на себя ответственность за то, что с вами происходит в вашей жизни. Что в вашей жизни происходит, как в вашей жизни происходит и так далее. И вот тогда, именно Тогда вы получаете хорошие шансы что-то в своей жизни переделать, тогда вы получаете шансы что-то в своей жизни изменить, ну, причем реально изменить, а не так вот, знаете, через снятие порчи там и так далее. Это, конечно, может быть и хорошо, это, конечно, может быть и кому-то подходит, но не всем, и это вот нужно учитывать. Поэтому все, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, буду рад помочь, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.